Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим, какие же проблемы у нас могут возникнуть с продвижением нашего сайта, когда у нас отсутствующие 44 страницы на нашем сайте обрабатываются некорректно. Итак, когда у вас на сайте пропадает какая-то страница, ну, например, у вас пропал товар из наличия, и вы его решили не просто ставить не в наличии, а прям удаляете эту страницу, либо когда у вас пропали какие-то статьи, например, на сайте, которые, по вашему мнению, стали неактуальны, вы решили их не менять, а просто их удалили. И у вас тогда на сайте появляется, точнее, остается адрес этой страницы, этого товара, этой рубрики, но при этом внутри содержимого там нет, и вы, как правило, в поисковой системе сообщаете, что этой страницы нет. То есть просите программиста, либо в движке вашего сайта устанавливаете так, чтобы у вас эта страница отдавала вместо стандартного ответа 200 окей, отдавала 44 страницы ненайдем. И такая ситуация на большинстве сайтов по умолчанию уже настроена, и основные страницы сайта, которые удаляются, они по умолчанию отдают 44 страницы ненайдем. Но есть ряд случаев, когда у вас движок может генерировать такие страницы, новые страницы, которых и не было никогда на сайте, и они не всегда отдают 404. Например, часто, когда к адресу вашего сайта или к адресу конкретной страницы добавляются в конце произвольные символы. То есть как это проверить? Легко вы берете, заходите на любую страницу вашего сайта, на главную или любую из внутренних, и после, в конце добавляете слэш, если его нет, либо если он есть, то после слэша пишете любые буквы, ABCD. И пробуйте, жмете Enter, пробуйте перейти по этой странице. Иногда у вас не выдастся ошибка, а выдастся какая-то страница. Либо вам будет на странице написано, что ошибка, но при этом, проверяя ответ сервера, у вас будет там 200 окей, то есть как будто страница на самом деле найдена. И вот таких нюансов может быть довольно много, то есть когда у вас движок реагирует на различные действия, возможно, действия злоумышленников, и отдает неправильный ответ сервера, и отдает вместо 404, что как будто эта страница есть, а на ней на самом деле дубль другой страницы. И, конечно, там нужно выдавать как минимум 404, то есть не отвечать и пользователям, и поисковикам, что такой страницы на самом деле нет. И вот такая уязвимость на сайте, она может быть как случайным образом сработать против вас, ну то есть где-то как-то сгенерировались какие-то ссылки, случайно либо важным движком, либо сторонним, партнерским каким-то, и у вас много таких страниц, заходят быстро в индекс и так далее. Либо когда у вас страницы когда-то созданные и удаленные, то есть если все-таки в движке у вас эта ошибка есть, то они продолжают отдавать вместо 404 200, то есть продолжают отвечать поисковым системам, что нет, я нормальная страница, я есть. Поисковик туда заходит и видит там дубль, например, главной страницы или дубль вышестоящего раздела, и это может стать проблемой, потому что такой сайт постепенно начинает состоять по большей части из вот таких дублей, из малозначимых страниц, и для поисковика это негативный сигнал, как минимум это минус к расходованию так называемого краунингового бюджета, про который есть отдельное видео на канале. И это может быть негативным сигналом, что на сайт состоит по большей части из дублей, и возможно с ним еще и в других аспектах что-то не так. Поэтому с этим нужно быть осторожным, и действительно вы как случайным образом можете упереться в эту проблему, так и злоумышленники этим могут воспользоваться. Например, у вас крупный сайт, для которого быстрая индексация поисковой системой критически важна, и ваши конкуренты это знают. И что они могут сделать? Найдя у вас такую уязвимость, они могут начать ставить, загонять в индекс, ну, например, ставить ссылки на эти страницы, такие не существующие страницы вашего сайта, и, соответственно, скармливать это поисковой системе. Поисковик будет захлебываться в этих новых страницах, таким образом не индексируя нормальные карточки товаров, например, вашего сайта, или нормальные новые информационные статьи. Поэтому да, 404 ошибка, неправильно обработанная и неправильно обрабатываемая вашим движком, может вам принести довольно серьезные проблемы при вашем всего продвижении, и это нужно делать, ну, наверное, не в первую очередь, но в один из первых яйцов продвижения эту штуку нужно выявлять и устранять. На этом у меня все, остались комментарии, пишите под этим видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока!